Пятое правило. Это 630 ебископов было. Ганн, Всесобор. Пятое правило. Антиохийский второе. На сегодня в церковь не едет и не соблюдается. Сначала пришли, но помочили. Приехал на коляске. Хоро раз, приедет на лимузине помещать. И третий раз на катапалке хоронил. Три воскресения подряд. Ты не пропускал? Или пропускал? Такое место. Что с этим человеком делают? Зачем напарываешься на эти правила? Правила-то это не один человек, не два, не три писали. Это епископы. И это больше тысячи лет действуют правила. Полторы тысячи лет считай. Почему не был в храме два месяца? Ну апатия оказалась. Не понял? Апатия оказалась. Ну как апатия? Ну допустим, ты утром встал, в воскресенье. Вот сегодня ты встал и решил, почему сегодня решил прийти? Почему ты решил сегодня прийти? Так, я прошу слушать внимательно. Не разговаривать не надо никуда. Почему ты сегодня решил прийти в храм? Для спасения души. А в прошлое воскресенье не пришел? Отсюда вывод какой? В прошлое воскресенье не приходил для погибели души. Во сколько ты всталешь утром? В 27.5. Почему же ты встал в воскресенье не пришел в прошлое? Ты лежал и что? Спал или что делал в это время? Когда служба началась? Мылся вот. А? Мылся вот он. Мылся? Ну. Так что ты мылся? По три часа что ли? У тебя же кости должны были от нее остаться. Истерл и все. Да, там пока настроен. Ну хорошо. А сегодня почему ты не мылся, а в храм пришел? Мылся. Мылся? А почему тогда в то воскресенье ты был, всегда опоздал, не пришел? Ну из-за мятия опаздываю. Ты когда принимал крещение, ты же соглашался с этими правилами, ты обещался их исполнять. Так? Ну, а теперь нарушаешь. Тебя допустили-то, ну, вопреки, говорится, всяким правилам. Вот какой ты есть. Ну, видишь, такой есть. Мы никого не придираем. Но правило, какой бы он ни был, должен исполнять. Кто бы ни был, евреев, цыган, немец. Это ты вот расслабился, воскресенье за воскресеньем, и не приходил, нормально все считал, не позвонил, не сказал. Среди недели не пришел. Виктору Андреевичу не сказал, он за тебя ручался. Смотри, седьмое правило. На богослужение не опаздывать, не уходить до окончания. Не окисарийский собор пятый. Первое вселенское, 14-е правило. Карфагенский, 52-е. Правила эти в патриархии вообще не действуют нигде. Они их попрали под ногами. Я пойду туда, где ни одного правила нету. Церковь-то соборная, апостольская. Какая она соборная, когда соборное правило под ногами. И к чему я пошел-то туда, где два вагона. Сказали, их подцепят, повезут. В одном пьяницы, наркоманы, блудники гуляют, пьют, переблеваны все. А другой чистый вагон, и точно, знаешь, прицеплен за локомотив. Куда ты пойдешь? В какой вагон? Где тебе ребенку обиходят, место дадут, раздеться, спать. А в другом ничего нет. Там блудят и убивают, что угодно делают. Ведь это вот что. Там благословляют и на войну, и все пойдет. Там башку сложить ни за что. У нас на неделе только один из членов нашей общины отнес в военкомат документ. Мы даем документ, что это член общины, там отключений нет. Что я не могу нести военную службу, потому что там присяга, убийство. Но иду на альтернативную. Та-то срок раза в два больше будет. Но я не отказываюсь. И у нас никто не служит. И никто не против. У нас специально бланк, документы, и военкомат принимает. Все официально. Мы не подкупаем никого. Тебя уже не пошлют. Кто у нас настоящий член общины, и он его ни в Чечню никуда не пошлют. Никуда. Ну пошлют, скажет, минное поле, там раненых собирать. Я поползу, буду спасать. Жизнь положить за ближних. А сейчас говорит, забрать, а свою жизнь положить. Берет автомат, идет, убирает. Да ты души отнимаешь, а не ложишь. Ну что, да разговаривай. Виктор Андреевича позови сюда. Он занят. Вот он только что просмолил. Говори. Куда он просмолил. Ну что, только сейчас собрание, и сейчас занятия будут. Александр Михайлович, это делка? Ну, вообще-то нужно, что он, от вас, от Черепановка. С вами стоялся, я не был. Мы на служении, вот сейчас разбираем. Все, 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 все. Вот он пришел живой, а что-то, и живой, это восслабление, говорит, духовное. У нас прямо написано. Три воскресных дня предревшие отключается. Соборное восслабление не наше. Ты хотя бы через день, он просил, хотя бы за день, за день. Позвонили, чтобы там конкурент не стоял. Он просит. Ну хоть сколько вы будете, вот уже сами решите. Не торопитесь, вы полезное там получите. А ты, Вася, это знал правило, что 13-е, что без нужды три воскресных дня кряду произведения отлучаются? Или не знал? Не знал, да, я знаю. Где вы? Знал или не знал-то? Где, Виктор Андреевич? Он вышел на улицу. Что молчишь-то? Ну, что, что сказать? Ну, знал ты эти правила или не знал? Кто-то не знал, что отлучается, смотри. Ты мог и не знать, тебе никто не мог и не сказать. Если не знал, это одно, а если знал, то другое. Знал или не знал? Ты что молчишь-то? Знал это или не знал? Ну, не читал. Не знал. Ну, раз не читал, то я не знал. Тебе кто-нибудь говорил, что если три раза пропустишь, тебя отлучат? Или не говорили? Да или нет? Да, Игнатьев нас часто говорил, вот именно здесь, на собрании. Да, он мог подремать в этот момент. Знал или не знал? Я взываю, и он дома поедет. Ну, а что я могу сказать? Знал или не знал? Да или нет, все остальное от лукавого. Да или нет? Витя, где я стою? Витя. Витя, ты что это? А Витя где? Бес не мой напал на церковь, да, Ватя? Ты знаешь, что за три в открытых дня гряду, призвешившего благослужения, отлучается от церкви? Разбирай, который подопечный, два месяца не был. Знал или не знал? А где Виша у нас? Не хочет со мной разговаривать. Разговаривать я хочу, там ступор. Значит, вот это вот, вы просчитали 13 правила, Василий, пожалуйста. Без нужды, три воскресных дня, он прощать не может или не хочет. Кряду, презревший, богослужащий, он док-презрел просто. Игнат Тихонович, тут, по-моему, отношение такое должно быть, как к Ольге, батюшкиной сестре. Тут просто не хватает интеллекта. Ну, хоть как не хватает. Ну, пришел, Сергей пришел, он понимает, и написал, говорит, духовное расслабление, он прям сам написал. Ну, вот временами, как вроде отвечает нормально, временами я просто не могу понять. На такую же ступень, как Ольгу. Да ну, все. Ну что, ну вот, вот так. Бывает, дауна, что ли? Не дауна, другая. Ну, сотрясение было. Ну, а кто его нам отдал тогда? 17 лет. 17-17. Ну, Ася, ты сам решай, быть тебе членом общины или нет, тогда с тобой разговаривать уже кончаю. Тебе церковь нужна здесь или нет, или тебе спать охота? Ну, охота душу спасти. А? Охота душу спасти. Ну, да спасать душу-то надо по правилам евангельским. Тебя нету, ты бесконтрольно, лежишь, спишь дома. Тебе надо идти в патриархию, там вообще не заботятся, и никто не знает, кто пришел. Вообще не знает. Так я знаю, там приходной двор. Если хочешь спасать, ну, выполняй правила. Мы же тебя ничего не просим, кроме написанного. Зачем же ты? Два месяца не было, и никому не сказал. Вот он врач. Главное, главное, до него не добраться никак. Там дверь закрытая, и туда не попадешь. Это нужно с заднего крыльца искать, где он там. Простите, чтобы ее пригласили. Ну, решай сам, я не могу вынести решение. Телефон у него был? У тебя был телефон? Есть телефон у тебя? Ну, сим-карту, аккуратно. Ну, сим-карту, чтобы не заработал на сим-карту, давно бы купил уже другую сим-карту. Сим-карту все срали. Это же не отговорка, понимаешь? Ты же знаешь, как, в какой выход сюда войти. Там карелочка красивая, большая. Заботьтесь. Нет, нет, нет. Моя чешка не сделает. Я это не сделаю, понимаешь? О, я тоже. Ну, кто-то должен. Похоже, с медом. Не знаю, чей. Сережа, по-моему, кому-то принес. Тебе подержи. Я в туфу. Что? Сережа, мед спрашивает чей? Мед мой. Мой мед. Я Лене Политыкиной принес. Она заказывала. А ее нет. А ее нет. Отец, небесный, мы просим благословения Твоего. Склониться у ног Твоих и поучасти вместе с Марией живым евангельским словесам, которые приводят человека при исполнении в жизнь вечную. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла Коринфянам, 15 глава. Прочитаем два последних стиха, которые мы закончили на прошлом занятии, чтобы у нас была связь с предыдущим занятием. Чтобы мысли наши не прерывались и были в полном соответствии к контексту. 21-22 стихи и 23-й. 21-22. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвы. Как в Адаме все умирают, так во кресте все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. Параллельное место к 23-му стиху. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. 1-я писала Никитцам, 4-я глава, 15-17 стихи. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, как встретим не в Господе на воздухе, и так всегда с Господом будем. И связь с Ветхим Заветом. Книга пророка Исаии, 26-я глава, 19-й стих. А живут мертвецы Твои, и восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахи. Ибо роса Твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Вот еще тогда было сказано об этом воскресении, о всеобщем воскресении у пророка Исаии. Запомните, 26-я глава, 19-й стих пророка Исаии. Вопросы какие есть? У кого есть вопросы, поэтому у кого есть недоразумение, кто прочитал и не понял, что... Кто читал? Кто толкованный офисалат Болгарского на этот стих? Все читали? Понятно. Давайте прочитаем еще раз. Дабы ты, услышав, что все оживут, не подумал, что и грешники спасутся, прибавил. Что касается воскресения, то все оживут. Но каждый будет в своем порядке и в том, чего достоин. Христос стал первенцем и путем воскресения. После Него те, которые принадлежат Ему, то есть верные, угодные Ему, воскреснут прежде прочих. Вот какой порядок, говорится о каком порядке. То есть все в своем порядке. Не все сразу одновременно воскреснут. А в начале воскреснут те, которые будут восхищены, достойные. Которые будут восхищены Царствию Небесную. Воскреснут прежде. Так и говорится в Тесананке, цель 4-й главы, 17-й стих. Между тем грешники, как осужденные, будут внизу ожидать судью. Потом конец всего. И самого воскресения. Потому что все вообще воскреснут. Это будет уже всеобщее воскресение. Ибо ныне воскрес один только Христос. А дела человеческие остались в своем положении. Но тогда будет не так. Но все получит конец. Так я краем уха слышал. Это вот Христос воскрес, это момент прошедший. А впереди сначала как праведники, потом... Ну это как будет... Я не думаю, что это будет растянуто на тысячелетие. А на сколько? Не знаю, но сказано, что по порядку. По порядку вначале воскреснут те, которые достойны. Восхищение на облаках. Нет, нет этого. Но так написано. Я понимаю, что не написано. Неправильно понимаем, что написано. Воскресение одновременно. И праведных, и грешных мгновенно все. В одну миллионную долю секунды все до одного воскресают. А потом кто-то восхищен будет, кто-то остается. Жатва кончина века. И при кончине века как будет говорить? Соберут плевелы прежде. Как? По одному? Одновременно. А потом? И тогда пшеницу одновременно собирают. Никогда церковь не учила по-другому. Это они говорят о том порядке. То есть какой порядок это должен быть. А на самом деле это... Надо понимать мгновенное. Одновременно. Воскресен прежде. Феофиран Болгарский так пишет. Я потому и говорю, что... Евангелие это есть? По Евангелию. Считай по Евангелию сначала. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово, в пришествии его все. Речь идет от церкви, а не то, что в это время с Христово пришествия его, а другие не воскреснут. Этого нет. Как не вот подтягивает рыбу, хорошую и плохую, как одновременно? Одновременно. Хорошую выбирает, а эту бы бросает одновременно. Хорошую выбирает. Ну да, одна рыбку взял, мы растягиваем. А тут будет одновременно. А одновременно со всех континентов, со всех времен, тысячелетий люди поднимаются к Господу. Это разовый акт. Откуда это видное салкование, что это будет растянуто? Или... 1 Фессалонкийцам 4, 15, 17. Он приводит, Ферфилак Болгарский. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при глазе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Мертвые во Христе, которые умерли, воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках, встретившись с Господом на воздухе. И так всегда с Господом будем. То есть о грешниках речи нет. Речи это тоже в кладбище. А вот люди, которые живут сегодня, верующие, эти воскресают, чтобы вместе с ними подняться. Это миллионная доля секунды может быть. Мы не можем сказать, вот эти люди не знают, мы не побежим предупредить их, вставайте, Христос пришел. Он об этом говорит. Они прежде воскресают. Прежде это означает миллионная доля секунды, повторяю. Все равно прежде. Тогда вместе прежде. То есть они воскресают, их сразу видим. Златоуст говорит, когда воскреснет праведник и грешник вместе, то праведник, видя палача, он в том же теле, он может испугаться. Поэтому он видит знамение Христа, знамение Христа, крест, и ободрится, и идет царь. А это навести ужас. Вслед за знаменем идет царь, который накажет. Никакой растяжки здесь нет. А сектанты на тысячу лет развернули. Сначала тысячелетнее царство, потом когда-то. Нигде этого нет. 13 глава Матфея говорит, жатва конченая. Жатва? Как? Одновременно? Ну да, жатва везде одновременно. Это у нас комбайн, поворачивается. Там не будет жатва. Мгновенная закончилась. Мгновенное разделение. И тогда начнется суд. Суд этот может продолжаться ни день, ни два, ни сто лет может быть. И перед всем миром откроется, что мы делали, думали, мысли. Вот еще что надо думать. Мы единственное, что можем сегодня сделать, чтобы с ума не сойти от страха, это все время уповая, благодари Господи, от чего ты меня спас. Как вспомню, кто я, откуда. Ой, 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 Господи, прости меня. Я простил тебя, говорит, взял грехи ваши и бросил за хребет, за спину, и не вспомянул. Вот почему в человеке такая любовь ко Господу, который простил его, который дал обнисью, выпустил его, который меня, падшего, усыновил. Ну, скажи, если лежала твоя любимая собака, мертвая, и кто-то бы поднял ее, сделал ее живой, ты был благодарен? Конечно. Ну, а если бы эту собаку он превратил в человека, ты был бы доволен? Что спрашивать? Ну, а если этот человек грешник погибший, сделал бы его праведником? Был бы доволен? Так мы хуже пса смердящего дохлого, и он мгновенно нас сделал, как ангелов. А там все, теперь соедини вместе-то. Поэтому благодарность к Богу должна быть такая, чтобы она захватывала нас все. даже просил, я так просил, Господь, вот у меня глаз уже два года болеет. Два года. Как будто насыпано что-то там. Я должен благодарить. А ты просишь исцеление? Конечно, я смертный человек. Я только... А какое лекарство? Лекарства нету никакого. Святая вода каждый день промываю и больше ничего. А что, повредил? Стриженным ногтем? Я говорю, а врачи не признают. Глаз совсем плохо видит. Это одновременное событие. И по-другому в церкви никогда не было. Но она, душа предсказывает, что именно так. Ну, мы считаем седьмая глава Даниилла. И многие спящие к вам браки. Многие, поясняется все, их много, потому что и восстанут. И Господь говорит, одни пойдут в муху вещи, другие в жизнь. Одновременно, одновременно. Матфея 25 глава. И вот есть это у Льва Толстого, когда он ее зарезал кинжалом, она уже лежит едва-едва живая. Ненавижу его, что он ее погубил. Ненавижу. Ой, только бы не погибнуть, только не умереть. Только бы не умереть. Она умерла. Вот этот вопуль ее, ненавижу, он может из нас вырываться, но на самих себя раскаяние, это гнев, направленный вовнутрь. Это я виноват. Господи, Господи. Сейчас считаю Севастополь, что там в Крыму. А мы там были, ночевали, прямо на берегу Черного моря. Собаку гулять никуда не выпускал, потому что он может броситься, а там внизу камни. Глубина моря, на море. Берег-то такой, там метров 30 может от него кусков. А он за палкой бросился бы, ему разницы нет. Он думал, что с пирса у нас прыгает. Ролей 100%. Жанкоя, там где не ладится. Мы эти Донецкие все проезжали. Это могли быть мы. В горах сейчас ехали, туннели, ну это в Италии были мы, туннели, туннели. Вот выскочит машина-то, ну минут 5 опять туннель, опять в гору. Вот так вот едешь, сколько же они туннели понарыли. И вдруг сейчас едут здесь, в Крыму, кажется, и рухнул этот тоннель. Представь себе, одновременно. А в другом месте провалился, показывает, машина как шла, а перед ней провал, она пошла туда и ребятишки, и все. А это мы могли быть? А почему нет? А до этого мы там, где были, Каспийск, это мы приехали ровно год, говорит, сегодня годовщину справляем, в прошлом году ночью там прорвало и хлынуло. Власти говорят, 300 человек погибло, говорит, 3000, а не 300. Люди ждать не ждали, ну с камнями ворочает, река в город идет, река. Кого там судить теперь ищут, ведомых? А это могли быть мы. Нас могло отрезать в прошлом году, а мы на год раньше проехали, а там на год позже у нас получилось, чтобы вот шли, вот как фильм показывает, как все рушат, а он на машине несется и за ним все это. Ну, катаклизм. Как я должен Богу благодарен быть? А что вас туда понесло? Вот это и оно, любовь. Любовь вздвигает в горы. Одновременно. И прежде это означает на миллионную долю секунды. Прежде, что они даже, может быть, увидят друг друга и тогда возносятся. Просто эта миллионная доля секунды для человека она незаметна, а Богу это все равно по Божеским грешкам. Ну, а мне ты как тысяча лет. Да. Ты как тысяча лет. Для человека, да, это будет одновременно. Ну, тысяча, тысяча лет. Да и в принципе, по большому счету, нам какая разница? Главное, что мы воскреснем и воскреснем для вечной жизни или для вечных мучений. Вот что главное понять. В каком векторе будет направлено наше воскресенье? Куда? Вверх или вниз? Это главная мысль. Кто там прежде меня воскреснет, если я не буду восхищен на небеса? Какая мне разница? От этого мое состояние, мое положение не изменится. Главное, чтобы мы воскресли и были восхищены на небеса. Вот что главное. Что воскресенье будет однозначно, и оно будет всеобщим. В это мы должны верить. Безусловно. Следующий стих можно? Следующий стих 24. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. У меня два вопроса по этому стиху ко всей аудитории. О каком конце речь-то идет? Конец. Что за конец? Конец первого действия или второго действия акта? Да? Конец, я думаю, что конец нашей жизни. Конец жизни нашей. Для каждого конкретно конец это конец его жизни. Так, еще кто-то думает о конце, о каком речь идет о конце в этом стихе. А затем конец. Когда конец? Когда он, Бог, предаст царство Богу и Отцу, когда он упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Конец времени. Конец времени. Правильно. Конец времени. Кончится время. Время существует только в нашей жизни земной. А в этот момент, когда наступит всеобщее воскресенье, кончится время. Летоисчисление кончится. Оно перестанет существовать. Наступит вечность. Тогда уже не будет секунды, миллисекунды, миллионные доли секунды, как только что сказал нам, Игнать Тихонович, употребил такое выражение. А второй вопрос. О каком упразднении, какого начальства и какой власти и силы говорится здесь? Небесной. Ну, говорите подробнее. Небесной. Ну, какой небесной? Что упразднит он небесное начальство и все вот то, что сейчас есть в Иерархии, архангел, ангелы и прочее, да? Силы. Это будет упразднено? Вы говорите о небесных упразднении. О небесных. Да, о небесных я говорю. Но давай упразднится все земное. Вот земное. Я бы согласился о том, что небесное будет упразднено. Иерархия небесная, она была установлена до создания Адама и Евы, до сотворения мира. Это было все сделано. Поэтому в этой иерархии останется на эти власти и воинство все это будет существовать вечно. А вот упразднится всякое начальство и всякая власть и сила здесь, на земле, которая дана человеку. А как силы небесные поколеблются? Поколеблются не значит, что они исчезнут. Они потревожат нас. Дмитрий читал в толковании, что это про власти идет в небесную. Игнать Тихонович, рассудите нас. Я вот заметил, у меня друг мой сидит бумаги или нет. Вот, смотри, какие бумажки. Чистенько напиши. Чтобы не запрошить. Так. Прошу прощения, повторите. Вопрос к стиху. Читаю стих снова. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Возник вопрос, о каком упразднении какого начальства и какой власти и силы говорится? Земные замыслы масонов, фрейдов, комитету 300 к мировому владычеству антихриста. Все, когда упразднит, пришел конец. Конец игре, спектакль закончился. Да. Все, наступило снова по исторической вещи. И написано, времени больше не будет. Мировые часы остановились. Все, часов больше не будет. Это искусственно. Метр, грамм, время, минута. Это искусственно. Там бесконечность, здесь бесконечность. А как это будет? Не знаю. Концом называется, конец мировой истории. Политическим интригам, Майданом, воином, Гитлером, Лениным, Сталином. Все закончилось. Это был промежуточный этап, в который дано было поприще показать твою верность Богу, что ты сын Божий, дочь Божия. Вот это для этого надо помнить. Не суемудрствовать. На меня один натолкнулся, Сергей устроил с ним встречу. Николай Николаевич назвался бородой, прекрасно просто выглядит. А он, видимо, увлекся Левашовым, Николаем, это, новое язычество, Константином Петровым, генералом. Ну вот это все. Это еврейский Бог, это Иегова, это дьявол, это не тот Бог, Бог добрый, Бог и не доказывает, и начинает плести. Но это мало. Он воскрес в субботу, а почему? А первого Адама Бог сотворил в субботу, поэтому в субботу и воскрес новый человек. Я говорю, зачем подгонять эти события-то? Я ему читаю, открываю, и Христос умер, написано, запятая, и была пятница, и наступала суббота. Была пятница, он говорит, четверг, я говорю, как же ты православный называешься. Была пятница, и наступала суббота, а воскрес третий день. Три дня на воскресенье. Христос, как и он, он был вообще веке-то. Пятница, суббота, и какой день? То есть сатана все это крутит. Я говорю, покайся об этом, врага в землю. К священнику наиспо идти, чтоб дал тебе эпитемию. А иначе ты просто сатаной наследующий его учиться. Это в интернет выставлено уже. И посмотри, видела, да? Вот рождение вот такого суемудря рождает новая секта. А это не новая, это не секта. Я православный, я православный, еще ты бредишь умом. Православному вообще не надо ничего придумать. Еще их заносят там Бердяев, Флоренских. Куда ведут они? Войны оценеские, начинал там тоже дух, душа, тело. Вот Библия, вот святые отцы. Я говорю об этом, я 53 года верующий, я ни разу нигде не перешагнул эту грань. Поэтому мне так легко разговаривать. Ни разу нигде. Так сказал Вселенский собор, православие, это книга правил. Так говорит Василий Великий, Ефрем Сирин. Не буду же я ссылать Синовойда Ясеневского или на Германа Стервитова. И я златоуст это я смотрю, правильно ли он говорит. Мне дано право это, не всякому духу верьте. Но испытывайте, от Бога ли. Вот сегодня мы говорили о людях, которые ушли от нас. Евангелист Иоанн говорит так. А они вышли от нас. И через это обнаружилось, что не все были наши. Я о них, об этих людях сказать этого не могу. О ком говорил Иоанн, я не знаю. Видимо, были какие-то тайны, вошли. Эти люди были наши. Она вот всегда была наша. Сатана, говорит, мозги спудрил на бок, а потом останавливает, опять работай. Да никогда они не занимаются. Они даже если занимаются, они не знают, что сказать. У них нет духа свободы. Они рабы. И рабы прихоти. Рабы человека. И сейчас же новая идея какая. Архиерей сказал, тебе не отвечать. Священник сказал, батюшка, ты выполняй. Священник отвечает за это, а не ты. Где вы это нашли? Написано, каждый даст за себя отчет. За себя. За меня священник там отвечать не будет. Он за это только наказан будет. А я не так сделал. Я за это должен пострадать. А не так, что солдаты пришли, а ты гитер послал. А мы не виноваты. Нет, мы хорошие. Да гитер ты сидел в горах, там он винтовку, может быть, не брал в эту войну. Вот так, брат. Два правильных места к этому стиху. Первый Петра 4,7. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Зная о том, что конец наступит и он близок, нужно бодрствовать, потому что время кончится и тогда уже и молитва будет безрезультатной. Я спрошу, на молитве кто сейчас-то, и как сейчас-то, возвращайтесь, чтобы заново считать молитвы. Вот прочитал, думал совсем не о том. И опять, я закрываю страницу, и начинаю по-новому считать. Понятно? Вот, перед вами первая. Я считаю молитвы, уже, вот сейчас я заканчиваю и думаю, а первые слова даже не ухватил. Просчитал, люди стоят рядом, ой, как хорошо считал. Я не считал, я бы языком ушевелил. В это время я залез к голубям или медведя в берлоге доставал. И второе правильное место, Матфея 10, 22. И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. То есть нам думать всегда нужно об этом конце, когда наступит кончина мира, когда наступит конец времени, и времени больше не будет. И это говорит Господь, и иго мое легко, и бремя мое не тяжко. И Господь всегда доставит силы, чтобы преодолеть все до конца. А претерпевший до конца спасется. Досподобит нас Господь этого спасения. А если поколебница душа, не благоволит тому душа моя, говорит Господь, до конца. А то сколько можно терпеть, я вот болею, зрение лишился, тут болит, тут болит, я на производстве, меня там то другое. До конца. Когда ты до конца. Сколько ты болеешь? 38 лет. 38 раз он видел, как вода возмущалась, сходил ангел, как люди выходили здоровые оттуда, и никого нет. А для чего Господь спрашивал, чтобы показать, какой он кроткий? А другой сказал, да разве это правильно, у меня медали заработают, я такие щегуны там таскал, я там у доменной печи работал, и меня никак, ангел-то, не хочет, когда, я только отошел на минутку, или отполз, и в это время, да где справедливость? Он ничего этого не сказал, зато, ты не подумал. Так, Господи, хочу быть здоровым, но никого нет, кто бы взял меня и столкнул, вот это. Как он отвечает? Ты к больному подойди и спроси, вот лежит она парализована там, ты хочешь быть здоровым? А ты чего ты издеваешься? Да так задают вопрос, да кто не хочет быть здоровым? Вот обычно, ну что ты смеешься надо мной? А ты четко и ясно ответь, да, я хотел бы. Я больных встречаю парализованных, которые обратились, он говорит, нет, я не хочу. Вот сейчас будешь ты здоров, не хочу, но будешь таким, каким был до этого момента. Опять сделаешься неверующим, как козел по горам, не хочу. Вот у меня сейчас такой знакомый, это Сергей, из Воронежа, он все делает, он всю работу, которую вот у нас сделали, он все подобрал и ставит эти беседы наши, такие клипы делает, там вставки, музыку такую, лежа, не работает ни рука, ничего такого такого, вот плечом, и как-то рука там что-то это задевает. Вот я в Потеряевке сейчас был, и заходишь, как в храм-то, а в это время там под крышу шершня заползает. Кто видел этот ролик? Хороший? И как мы полезли с Володей, а лестница шаткая, мы-то решили, на такую лестницу, как на крышу лестница-то? Мы пошли в лес, такую лестницу сделали, вот такая вот береза там, слона поднимать можно. Видели, видели там какая лестница, потом все о шершнях выписали. А Сергей-то сделал шершень, шершня это как большие пчелы, такие вот. И они напитают на улей, если в улей 30 тысяч пчел, 30 тысяч, а они уничтожают за два часа полностью, отрывают им голову. Они большие разбойники. И он это нашел в интернете, и вставил туда, и показано, как они ррут этих пчел, и куча навалена, в наш ролик. Он у нас. Вот мы беседуем, вот сейчас Вася был, немножко говорили о Бороде. А говорю я всему собранию. Так, потеряйте-то. Он нашел в интернете наш ролик, где первый раз с Васей о Бороде. Я оттуда взял, и тут вставил. Это вообще, и музыка такая идет. Мы говорим, вот у нас женщина, это ревность такая какая-то, все это придирается, что-то приватизировало мужа себе, и она никак не может опомнить себя. А у мусульманки она вышла замуж, и она выходила, я знала, я не первая жена у нее официальная. И какая? Жена-то русская, комсомолка. Русская, в Москве. И теперь они, вот вы у нас так одеты, вы только здесь одеты. А это все время на работу устраивается, а у мусульманок не берет. А она высоко, выходит радостно. На работу не приняли меня здесь, потому что мусульманка. И она сидит в интернете, работает. Говорит, что, да я мужу ищу вторую жену, потому что я слабая вторая, там муж у меня крепкий, ему надо здоровую. И она ищет там, мужу и ищет вторую жену. Я это сказал, Сергей нашел, где она говорит, ее это там взял ролик, и в наш вставил. И она сидит по интернету набирает, сама веселая, вот по форме одетая, смешная, такая, да она хорошая. По крайней мере, поучиться ей ищет. И она добровольно, она заботится о муже. Муж у меня крепкий, здоровый, у меня здоровье слабенькое такое, мужу надо хорошую жену. Я ищу вторую жену. Да у нас она умрет от одних этих слов. Ее винтом закрутит. А это тогда, захотела Мандрагорова в их яблок. Рахиль, любимая жена, черная голубка. И она тоже ее продала на ночь. Яблок поела, забирай. Он идет к ней в шатер, да Яша, иди туда. Яша поймался, куда? Да он к служанке, клеив ее шатер, а почему? Да яблочек захотела. Ну и вот, купила сегодня. А там уже знать, еще не знает. Шатер открытый, заползает. А оттуда уже выходят втроем. И что интересно, это и Бог шлево затворил, а вот и рождается, и рождается. У Бога все вымерено. Я тебя смотрю, которые страдали, где-то там в вузах были, в тюрьме, вот долго. Смотри, Солженицын, 89, кажется, лет. Волков, Волков, это такой там историк, писатель. 93 года, а он лет 15, как Лихачев Дмитрий Сергеевич, академик, отбыл на Соловках. Вот Бог дает. Вот ты страдаешь, а Господь продляет жизнь. У нас отец говорил матери на словах бабки моей, говорит, скрипущее дерево дольше живет. Ты благодари Бога. Прочитаем, что Феофират Болгарский говорит на этот стих. Писание знает два царства. Одно по праву усвоения, другое по праву творения. По праву творения он царствует над всеми, над еленными иудеями и над самими бесами и над теми, которые не хотят всего. По праву же усвоения он царствует над верными и святыми, которые добровольно подчиняются. Об этом царстве сказано «Проси меня, и я дам народы в наследие тебе» в Солом 2, 8. «И дана мне всякая власть» Матфея 28, 18. «Его-то предаст он отцу, то есть устроит, закончит». Представим себе, что какой-нибудь царь поручил сыну своему вести войну с отложившимися от него народами. Так, Донецк и Луганск. Отложившимися. Мы самопровознашённая республика. Это всё уже сказано. Когда сын произведёт войну и покорит те народы, тогда может сказать, что он передал войну отцу, то есть показал, что порученное ему дело окончено. Итак, Павел говорит, что когда сын всё покорит, тогда будет конец. Ибо Христос тогда совершенного царится над нами, когда мы уже не будем разделяться между Богом и князем мира. Он как бы отнимет царство, похищенное тираном, и представит он и отцу свободным. То есть, когда победит, укротит лукавые силы. Ибо ныне они действуют весьма много, а тогда перестанут действовать. Вот когда в Украине это началось отделение, я в интернете везде говорил, этого никогда, за всю мировую историю, никто не потерпит. У Чечня хотела отделиться, да ли? Да русским ли об этом говорить, там смешались грязью всё. Показывают пятиэтажное здание, откуда-то стреляли, в дребезги всё разносят. Авиацию вызвали, бомбят наша территория, наша, да какая она, вера другая, всё другое, не важно, нельзя, это цепная реакция. Сейчас в Дагестане ничего не могут сделать, Ингушетия непрерывно убивает и всё. Просто днём едут и расстреливают людей. А почему? Нам чего тут говорить, почему? Мы знаем, в мировой истории никогда не одобрялось отделение. И те, которые затевали, вот это, самопровозглашённое, вот сейчас, дети открыли школу, вот 1 октября, на месяц позже. Дети пошли в школу, и в первый же день снаряд, кто там, град или что, ударил во двор, учителя биологии убило, там учеников сколько-то. Это в своей стране, свой народ уничтожается. Но кто это подал-то, почему об этом не говорят-то? Ну сейчас вот мы, ну просто сидим нормально, сейчас Алтайский край, и говорят, а я хочу отойти к Казахстану. А что там Назарбаев с удовольствием примет? Но потребует Москва, скажут, а на каком-то основании? Да как у нас референдум прошёл, мы все желаем выйти. Даже из района в район не потерпят. Вот мы не хотим, чтобы были, так, мы хотим сейчас Красноярскому краю перельнуть. Не делается это. Чё ж тут, тут ума не надо никакого. Просто мировой практики ни разу не было, чтобы отделилась кто-то и не покорялся города. Тут говорится, он посылает сына и пока не покорит под ноги его. Отделившиеся. Это вот сепаратисты, это федерал, ну вот федерализация для них. Ну надо тамошнее событие принащивать сегодня к себе и понимать, о чём молиться. Вот сейчас пришли бы люди, вот у нас приехали с Донецка, с Луганска, там, близлежащих, но как вы смотрите, мы русские, мы хотим к русским прилимнуть. Крым, с Крым это другая история совсем. С Крымом нельзя равняться, Крым испокон веков был русским. Украине они принадлежат, а Хрущёв самодушством бросил мнение Петровне. Шотландия хочет отделиться от Великобритании. Да, Шотландия, и опять голосования не хватило, там 47 процентов. Всё равно отделится. Но только под её единой будет. Как зарубежная церковь. Сами выбирайте, делайте, а мира только с патриаршего разрешения. И в конце, чтобы патриарх поставил подпись. Почему? Потому что мы вместе. Нам надо это принимать и быть Богу благодарными. И к нам люди обращаются, мы должны знать, как ответ, дабы знали, как дать ответ. Писание об этом говорит. Так что, не правы эти, которые к России хотят? Не правы, конечно. А что Порошенко его по мере? Это Порошенко всего. Порошенко, пылинка одна. И он ничем не лучше Путина, Путина они демонизируют, а тот вроде хороший. Это шоколадный герой. Он, шоколадные фабрики везде у него были-то. И он не показывал, что я майдан снабжал, кормил, подкармил, все равно. Это русские пишут уже где-то. А вы молитесь, за Петра Порошенко обязательно. Каждый день. За Александра Лукашенко. Моя обязанность. Ну и что ты тут стоишь в углу, обтираешься, еще они. А вот это я не знаю. Мне заповедь дана. Молитва наша никакой роли не играет. И играет то, что Бог милостивый слышит и отвечает. Это все по милосердию Божьему. А сама по себе молитва она ничего не значит. Но это единственный канал, через который я могу Бога умилостивить, а Бог тогда повелевает. Эту порошинку или сдует, или он будет выращивать хорошие плоды. Ну надо просто реально подойти. Не так. Двойной стандарт. Вы знаете, за узкую тактику что такое хорошо и что такое плохо. Хорошо, когда я у соседа жену отниму, землю отниму и его пленю и дом заберу. А плохо, а плохо, когда он у меня жену заберет, детей моих заберет дом. Вот это плохо. Это тактика зумусов, племя такое. Следующие стихи. 25 и 26, они вместе. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов, под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Там своя написано, нет? Я исправился. Под ноги свои. А почему ты прочитал своя? Потому что ты православный. Да. Это еще одно подтверждение, что мы православные. Еще раз прочитаю. Ибо его надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов, под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Толкование. Поскольку сказал, что он упразднит супротивные силы и поставит трофеи, а кто-нибудь мог усомниться и сказать, быть может, он ослабеет, покуда все это сделает и не сможет исполнить это, то говорит, что он не ослабеет, но ему должно царствовать, то есть вести себя как царю и как сильному, доколе покорит врагов и последнего из них смерть. Ибо кто покорил дьявола, тот, очевидно, покорит и дело его смерть. Из чего же было бы видно, что она покорена, если она не выдаст тела, которыми овладела? Ибо тогда, собственно, будет она побеждена, когда и добыча ее будет расхищена. Итак, услышав, что он упразднит всякое начальство и власть, не бойся, что он ослабеет и не сделает сего. Он сделает все, царствуя и управляя войной, доколе покорить всех. Видишь ли, что слово доколе поставлено не для уничтожения того, что после сего, но по причине, о которой сказано. Ибо, говорит, царство его пребывает и не ослабеет, доколе он устроит все. Тем более, пребудет оно после того, как он устроит все. Ибо царству его не будет конца. Лука 1, 33. Григорий же богослов говорит, что здесь царство называется то, что он производит подчинение и поставляет нас под свое владычество. «Почему, когда мы покоримся ему, такое царство его, то есть старание и деятельность о подчинении нас ему прекратится? Ибо как строитель дотоле занимается строением, доколе наложил крышу, а после превращает дело стройки, так и сын царствует, то есть устрояет в нас свое царство дотоле, доколе мы сделаемся его подданными». Много написано, все ли понято, что непонятно. Непонятное говорит, и тогда победит и выставит трофей. Как это? Какой он покажет трофей? Какой раньше захватил. Вообще трофеем что называется? То, что захвачено. Редина Степановна. Трофей это то, что ему досталось в момент это мы, это мы богатство его. души. Души спасенные. Пожалуйста. Вот смерть рисует как? Вот она рисует, Андрей сделал. Ну, от Аламилея косута. Никто не умирал. Без глаза назовут, без носа. Какая она есть. Ее, но не надо понимать, что смерть это буквально какая-то объемная фигура, бабушка ходит. Но смерть это общее абстрактное понятие. Но здесь говорится о том, как это личность и смерть будет побеждена. И ее трофей у смерти это покойники по всему миру. Это суицид, это убийство, это аборты, это все она захватила смерть. Все смертное. И этот трофей теперь воскресает. Господь его извлекает из земли и встают все в первозданной красоте. Вот представь, у меня у отца не было руки вот так с фронта. Вот такая культяп потыка. И вдруг он двумя руками. У человека не было глаз, там еще что-то. И Тамара наша тоже будет двумя ногами. двумя. Потому что это трофей смерти. Автопром это трофей смерти, он и смерть где твоя жало, она вырвана. Где твоя победа? Ад победил, награбил, а Господь разломал все и вывел оттуда. Это образно. Хотя на картинках так изображается. еще вопросы есть по этому стиху, по этим двух стихам. Вы можете сказать, я по вопросу, что вы были когда-то при смерти. И только чудо продлило жизнь. У кого было так? Вы понимали, не просто на дороге ехал ты отвернул на машину, а ты просто реально был, это смерть? Я когда разговариваю с человеком, говорю, а как ты оказался живой-то? Не знаю. А с какого этажа упал? С пятого. И живой? Живой. Даже в лепешку разбился бы. Живой. Явно дело, что в рубашке родился. Понятие в рубашке родился счастливый. А этот где? А это землетрясение, было и заваленный оказался там лежал придавленный нога конечно потом отняли вообще шевелить нельзя было нашли собака подала голос на него давай раскапывать нашли смерть на случай да смертный вот как самолет упал но летел он и садиться не мог у него вырвался там какой-то кусок и перешибло систему гидравлики и поэтому у него все эти повороты не работало это показывает просто как это было ну и нашились люди которые решили на одном моторе одним мотором руководить там к нему подает только где ну и садиться когда самолет и только скорость должна быть не избавлять а скорее ну и он как понесся захватил крылом землю и пошло дальше ну спасать людей спасает там сгорает там 80 сгорело 50 осталось живым а кабина летчик оторвалась и нигде нету а в кабине то там не один было кажется 3 или 5 даже человек потеряли ее а она как-то из-за бетонной стороны ударилась в землю ушла это какой же удар то был и он теперь этот живой оставшийся все это рассказывает ну явное дело что вещь вообще невероятна это какой же был удар то что если под землю вся кабина ушла и потом его раскопали возьми она герман шофер заснул ее выбросило его нашли увезли а она улетела там ударилась и ее даже не заметили что она там лежит обнаружили через несколько там часов но это явное дело это смерть один поворот не так ударило и вот господь избавил нас от временной смерти а почему ждет плода ответ один пусть смокомница растет не принесет еще плода написано господь помилосердие то чтобы я теперь ходил рассказывал нет ждет плода и должен тщательно пересмотреть свою жизнь и не говорить я старый больной не льгота как раз старость и болезнь побуждает быть более активным а у нас так если заработал руки сложил головой между колен у меня времени нету а постепновский поворот поворот на постепном с вашими граблями вилами перевернулся я ехал на машине там на Камазе все время молитву считал а как машина стала переворачиваться молитва всякая исчезла я думал как это так можно еще подобное у меня язык перестал молитву считать я только думаю нет это не должно быть нет так не бывает а уже ногами машина улетела и все сознание погасло ничего нет шофер-то сильно напугался думал что меня уже вообще живого нет а я выбрался оттуда руку и думал что отломилось а нет тогда в дверку вверху вылезли смерть и встал и пошел постепную а Толя Петеримов нет здесь Алекина на минутку загляни я расскажу это жена Анатолия Кузьмича он перебегает дорогу работает Люба внимательно слушай и от кого-то вывернулся шофер гонит на машине что у него было я говорю помню я лечу над машиной его вот так вот головой ботинками ударил по метровому стеклу впереди вот так вот ботинами башмаками и с той стороны упал соскочил и побежал шофер выскочил задавить я видел задавил человек никого не видел вот она его жена сидит разве это не чудо ты ему расскажи дорогой брат скажи вот о тебе рассуждали как тебя Бог спас он работал он работал где-то на Азии что ли на Гоголе можете я не так скажу вот как бывает а вы знаете климента римского когда его утопили а потом вдруг море каждый год его в день кончины стал отступать и люди там его нашли и нашли из мрамора какая-то там пещерка такая на дне моря зашли к нему а он там лежит умерший его камень до шеи утопили епископ по которому Павел передает поклон ну и каждый год ходили ему поклонялись один раз вышли а где Вовка а Вовки нету мальчика одного потеряли а море уже закрылось а море опять ступила в берега свои и нигде нету вот они весь год молились куда пацаненок наделся ну и год прошел они пришли туда подожди поклоняться потихоньку заглянули а он сидит там живой пацан а как ты живой а вот это дедушка меня кормил под водой ну мы скажем сказки это это жития святых ну может не такие еще не сам но кое-что видели я вот тонул тонул пить вовсю начал водой мне даже мыслях не было выпить это озеро и вдруг человек меня подхватил и вытащил вытащил на берег а я запутался в морской траве плыть не мог она на ноги намоталась везде правда трава то не морская была а болотную потеряю еще параллельные места к этому стиху 25-26 1 коринфян 15-55 смерть где твоя жало ад где твоя победа и в связь с ветхим заветом опять пророк исаев 25 глава 8 стих поглощена будет смерть навеки отрет господь бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле следующий стих 27 потому что все покорил под ноги его когда же сказано что ему все покорено то ясно что кроме того который покорил ему все еще раз внимательно слушайте у меня возник вопрос потому что все покорил под ноги его когда же сказано что ему все покорено то ясно что кроме того который покорил ему все а если бы этого объяснения не было неужели бы вы подумали вопрос задал его тихо неужели кто-то подумал что отец покорился сыну кроме того который покорил ему все кто покорил под ноги под ноги кому покорил-то отец сыну под ноги и мы читаем ибо давид не вошел с небе на небеса но сам говорит сказал господь господу моему сидя одесну и меня все на киевом 1 22 и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой церкви кто да бог отец делал как христу иисусу христу бог сделал ну конечно отец бог отец кому когда из ангелов сказал бог сидя одесну и меня доколе положу врагов твоих подножие ног твоих евреям 1 13 он же принеся одну жертву за грехи навсегда воссел одесну и бога салом давида сказал господь господу моему сидя одесну и меня доколе положу врагов твоих подножие ног твоих салом 109 1 стих это мы так условно для себя потому что нам непонятно вот как это может произойти то мы должны принять это как данность потому что бог три единый три ипостасный нераздельный но бог отец бог сын и бог дух святой три единый суть одно тем не менее бог отец покорил под ногу и мы говорим что он покорил под ноги иисуса христа все всех врагов в том числе все что было до борьбы с этим злом покорил под ноги под ноги до иисуса христа положил под ноги ну как жертву приносит перед ногами а вы видели то есть такой жена мой мужу ноги видела а кто такая жена кто муж вот они вышли вот они как получилось моя босиком в храме стоит а и он тоже босиком а видимо ноги то не помыл и ноги надо помыть я решил помыть и сделалось ему известным а я ушел в это время миша кальмаев снимал она скорее набрала воды кристина то его а он боится щекотки как стоит и рядом ходит от людмила проходит и и все это в интернете стоит и что жена покорена под ноги мужем поняла как церковь со христом и такой получился ролик прекрасный а ничего особенного то нету просто мы говорим об этом и так и есть толкование на этот короткий стих на только короткое толкование поскольку он сын не сказал что он не сложит врагов и воздвигнет трофей то боялся чтобы не почли сына каким-нибудь иным началом нерожденным посему все относит к отцу говоря что он покорил сыну врагов а как он писал к эллинам у которых была молва то зевс восстал на отца то говорит что сыну все покорено кроме отца ибо он то и покорил сыну все прочее я думаю вопросов здесь нет все понятно да что господь бог отец покорил все под ноги сына своего иисуса христа мы были во франции нынче мы остановки стояли решили пообедать нашли такой уголок и в это время там машина мы даже не заметили как он и откуда из дагестана или чечне кабартина балкария но они уже за рубежом там сколько-то живут ну да ну и подошел один мусульмане осетимы года под 20 чем-то тогда но и вот они такие видно активные ну а этого в них уже заряжена до христос есть бог на ответ какой бог конечно а бог все знает конечно а если он не знает чего-то то это не бог то значит не бог а как же когда год одетом и счастье не знает никто этого цитирует евангелие кроме отца и и сын не знает вот видишь как значит это не бог я говорю так он бога человека вы этого не знаете как человеку не за это как бог знает то есть это это не проходили ему не говорят это же начали там я не хочу там что-то чем снимать и решили ну отказались чтобы снимали я начал снимать они руками замахали сфотографировались вместе все а что-то потом его заело мы не стали разговаривать давай обиды тоже ездят говорят и они ставят в толпе вот он наступает один это ролик такой стоит это проповедь у них там это бог это не бог иисус один там стоит я имею что-то сказать а ну иди сюда видно тоже мусульманин они с ним договорились пацанинок такой и ты еще веришь да я верю что это бог да бог все знает но он что должен сказать да все знают а как же открывает евангелие от марка и написано не знает того сын а этот тогда то который мусульманин то видно но я тогда не знаю как а тут а счет это других хочешь и он чуть ли не драться на кого-то не тут у нас нельзя тут мусульмане тут нельзя драться там мы хорошие это уже вы там православные такие вот такой от комедия ставят просто он бога человек ответить и они дальше уже не знаю что говорить и у них один и тоже вопрос потеряем заехали едут на машине а у нас закон должен остановиться кто такие зачем ну приехали что-то покупать мы мусульмане у нас хорошее отношение с мусульманами а кто последний пророк на там мухаммад кто последний пророк не один я говорю будет а кто венок или я придут нет мухаммад он не знает ни ни корана не евангелие мы не спорим я вам сказал вы мне сказали не буду же ему говорить вам что-то нужно купить здесь да вот мы хотели там картошку то есть мы были где ведь ночевали то там где копал копали не застряли то где не станет какой город каспийск каспийск а которые там где наводнение то было крымск там крымске они правильно даже сказал и вот здесь что-то они там копают а как они сказали что они копают под землей камаза землей выходит там как этого стратегически важный обед что ли они чуть ли не правительстве как вот такое да и сразу позвонили там приехал они думают что там и а мы около забора ночевать стали а там какой-то такой как плывун и вон к ногам пристает дождь пришел и они сразу вышли тут ногу гор и с нами а кто последний пророк здоровые крепкие такие ребята что последний про кинок и я изоляю мухаммад они больше ничего не знают они они не настоящие мусульмане как наши православные точно такие же ничего не знаю я ему из этого говорю я вот написано 5 сура 20 а я где-то он и глазами в разбежку я говорю у корана написано язычник должен умереть а мы не права верны они права верны а так как мы считаем библии евреи это люди писания называется люди писания на даже людьми писали это нельзя назвать православных писание на руках не держит эту ошибка высокую оценку мухаммад дал магомед люди писания кто записывает параллельное место к этому 27 стиху филиппицам 2 9 11 посему и бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени дабы перед именем иисуса преклонилась всякое колено небесных земных и преисподних и всякий язык исповедал что господь иисус христос славу бога отца понимаешь как какого-то слова не хватает иисус христос слава бога отца является как слава является славой богатство вот так вот а славу богатства не хватает подлежащего. Сказуемого. Сказуемого. Почему? То есть, ну, вся жизнь и все по славе Бога. Это приближено к славянскому языку. Там славяне, это возможно, такое потребление. Но вот оно здесь такое выявилось. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. То есть, есть или является славой Бога Отца. Для славы. Да. Ну, так можно. Филиппийцам 2, 9-11. Следующий стих. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. Ох, и слова соблазнительные. Понимаешь, сколько было таких людей, которые на этом остановились. Все во всем. Это значит, и дьявол будет помилован, и демоны, и черти будут помилованы. И опять превратятся в ангелов. Все, а иначе не все во всем. Кто так понимал? Оригин. Оригин? Оригин. А еще кто? Ну, там какие были-то? Церковь посудила такое мнение. Какие? И православные. А вот Осипов в это верит. Так и есть. А меня вот часто по интернету спрашивают. Осипов говорит, что будут не вечные мучения. Что вы на это скажете? Так у Осипова и спросите. Ну, его понятно. Ну, вы-то говорите, вы православные. А как их понимаете? Ну, как написано? Вечные. Ну, только я не могу понять, зачем они? Я так и отвечаю. Зачем? Кому они нужны? Если исправления нету, покаяния не дано, и мучится человек один год, два миллион лет, и только мучается, и никогда конца не будет. Смысл в чем? Потому что в вечности нет времени. Ну, хотя бы нет времени, но человек-то есть. Он мучает, он горит. Вот католики говорят, это для того, чтобы там, в честилище. Человек каялся, ну, проходит, допустим, сто-двести лет, он горит в огне, дальше маленько освобождается, маленько еще. И так, бог так делает. Тогда имеет объяснение это. А для чего его держать? Смысл-то какой? Ну, вот мучается человек. Попал, он в ад горит. Горит сто лет, тысячу, миллион лет. И как будто не начиналось. Он мучается. Кто-то этим удовлетворяет с этими мухами. Ему не дано покаяния. Не дано, закрыто. Обучение продолжается. И нет никакой надежды. Всю вселенную собрать, разложить на песчинки, на молекулы, все равно конец будет. Здесь никогда не будет. Я тоже не понимаю. Но вы как верите? Как написано? Вечно. Я вечно. Это я языком говорю. А на деле я не понимаю этого. Я не понимаю и не принимаю. Не понимаю. А вот оригеновская мне подходит. Все во всем, значит, Бог милосерд. Дьявол мучается, все мучаются, выходят в прежнее положение. И все во всем будет Бог. Убийца раскаялся, тот получил. Спасенный простил его. Все стало на место. Да. Может, имеется в виду, что человек, который не покаялся в свое время, в нужное время, он что, никогда не исправится? Понимаешь, это тоже не библейское выражение. Не библейское. Вот в Библии только есть одно выражение, в откровении, говорит, и будет мучиться день и ночь во веки веков. Здесь всякое толкование отпадает. Здесь день и ночь и во веки веков. И Осипов подвержен. Или это и речь идет только об антихристе. Так что спорить не о чем, лучше обойти эту тему. И сказать, Бог милосерд, да будет воля его. Но мы исповедуем, как православное, вечное мучение. Нам нужно говорить так, как усыновила Святая Церковь. А зачем? Бог говорит для того, чтобы ты не попал туда. Меня подвигло быть верующим именно осознание, что вечность никогда-никогда не кончится. Это меня влекло в Богу. Я молился и плакал. Зачем я родился? Вот внутри себя я бы собрал сто атомных бомб, прорванусь, чтобы молекул не было. Я все равно себя не уничтожу. А я грешник. И это подвигло искать Бога. Избегнуть этой участи. Иоанн Затаус говорит, Бог это говорит для того, чтобы ты не попал. А дьявол говорит, нет вечного мучения, ничего нету, для того, чтобы столкнуть тебя туда. Он закрывает яму, как охотник. А там колья набитая, чтобы он рохом туда пропорол живот. Не видели, где жена моет мужу ноги-то? Родик-то хороший? Очень. Нормально. И мы рядом стояли. Да почему мы не могли ставить сразу? Мы не снимали, это снял Михаил Кальмайев из Тимиртау. Из Кемеровской области. Родик-то ты. Там оппозиция. И он увез. И когда мы сказали, он тоже ее выставил. Я не знаю, сколько у нас сейчас роликов стоит. Наверное, 1900 с чемпионов. И жилить в Сене Сене. Ваших? Да, будет. Это как пожелание. Да, будет. Ну что, все у меня? Да, будет. Нет, не все. Ну давай. Читать будем толкование Феофилалка Болгарского? Давай. По времени как? По времени еще мы будем заниматься. Полчаса. Час, прошу. Ну час. Прошу. Ну полчаса. Мы без 20 начали. Почитайте. Потому что тут все же да будет как-то это звучит совсем нечем. Так, еще раз читаем этот стих и толкование. Я только хочу сказать, что о вечности, когда задумываешься, это действительно страшно. Я вспоминаю, когда в очередной разговор с дочерью, она мне сказала такое, что папа, мне страшно. Страшно думать о вечности. Это было еще, когда она ребенком была. Страшно думать о вечности. Я не хочу жить вечно. Такая была фраза. Но вечно жить предстоит каждому абсолютно. Однозначно. каждому человеку, родившемуся. Если не будем болеть только. Если родился, пришел в этот мир, значит, тебе уготовлена вечная жизнь. Вечная жизнь после этой физической смерти. Физическую смерть, может быть, не всем предстоит пройти. Потому что останутся люди, которые будут придут до пришествия Иисуса Христа, которые будут жить. останутся живыми. Но в большей части... 17 стих как раз. Да, да, да. Но в большей части эта часть умрет и вечность предстоит каждому человеку. Где только будет она. Еще раз, 28 стих. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. Но это лишний раз подтверждает нам, не лишний, а дополнительный раз подтверждает нам о том, что Бог един. Бог. Мы рассматриваем сейчас трипостасный, единый, нераздельный Бог. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Но здесь да будет Бог все во всем. Толкование. Дабы кто не сказал, что хотя Отец и не покорил Сыну, однако Сыну ничто не препятствует быть сильнее Его. Однако Сыну ничто не препятствует быть сильнее Его. Сполна разрушает такое предположение, даже предполагать об этом нельзя, и говорит, что и Сын покорится Отцу, показывая полное единомыслие Сына с Отцом. Посему знает, что Отец есть причина и источник всей силы для Сына, и что Сын не есть какая-нибудь иная сила, противоположная Отцу. Если употребил выражение более смиренное, чем следовало, то не удивляйся, ибо Павел, когда хочет уничтожить что-нибудь с корнем, обыкновенно употребляет усиленные выражения. Например, желая доказать, что верующая жена, живя с мужем неверующим, не терпит вреда, он сказал, что неверующий муж освящается женой. 1 Калинфянам 7,14 Не то он говорит, что муж, оставаясь неверующим, сделается святым, но усиленным выражением показывает, что верующие не терпят никакого вреда. Так и здесь, именем покорения с корнем разрушается лукавый помысл, который мог явиться у иного о том, что Сын может быть сильнее Отца, если он может совершать столько дел. Григорий же Богослов говорит, что Сын усвояет все наше себе и наше подчинение почитает своим. Ныне мы противимся Богу, не верующие тем, что не признают Его, верующие тем, что многие работают страстям, и посему-то мы не покорены. Но когда одни признают того, кого ныне отвергают, а другие мы отстанем от страстей в жизни сей, тогда без сомнения можно сказать, что Сын покорился, ибо приняв на себя лицо человечества, Он вменяет наше себе, дабы все было в зависимости от Отца, дабы никто не думал, что есть два начала, безначальные и раздельные. Да, вот главная мысль, дабы никто не думал, что есть два начала, безначальные и раздельные, ибо мы знаем, что Иисус Христос Сын родился от Отца, рожден Отцом. Вот это и есть все во всем. Ибо когда враги будут под ногами Сына, а Сын не противится Отцу, но как прилично Сыну покоряется Отцу, тогда, конечно, Бог и Отец будет все во всех. Некоторые же говорят, что этим, то есть покорностью всего, означается прекращение зла. Ну, вот как раз это вот ближе к тому учению, о котором упомянуто было. Ибо когда не будет греха, очевидно, что Бог будет все во всех. Тогда не будут уже многие из нас вдаваться в нечистые побуждения и страсти, не имея в себе ничего божественного или имея оного мало, но все будем богоподобны, все будем вмещать в себе Бога и только Его. Ибо Бог будет все для нас и пища, и питье, и одежда, и помышление. Еще есть вопросы по этому стиху. Валентина Павловна, есть какой-то вопрос или что, мысль какая? я спросила, до какого числа псалты почитать? Ага. Так, ну что, Игнатихович, помолитесь о нас, грешных. Я хотел найти место, где я про это говорю, здесь это мне не удалось, в географии. Когда возили селосы на тракторных санях, ну, ехать далеко, ночь, шофер там в кабинке своя, я на санях лежу, огромные сани такие, сена, туда едем, и я один лежу на этих санях, снег скрипит, едем полем, а далеко-далеко где-то ехать, несколько километров, и я умру, и будет вечность. А я не спасен. Что я не спасен, это я сто процентов буду. Вот когда люди ничего не знают и говорят, ну, я думал, вот у меня даже тогда Бог подталил, потому что я не спасен. А что, рай есть, верю, ад есть, но ад для меня, я грешник. Никто о Христе не сказал. И вот мне хотелось, а свет так идет, как дует, ну, степи-то, волнами, и вот хотелось бежать, ухватить голову руками, падать, в ночи, куда не знаю, и кричать, зачем я родился, зачем я появился на свет, когда впереди только ад, что в этой жизни какая радость, это я не даже не представляю, какая может быть радость, когда я знаю, что меня на расстрел это все побеждает. И люди спрятали от меня Христа, как мне его не любить? И вдруг я услышал, что он мне в мою безобманную совесть в этом вопросе вложил, что он умер за меня, что идти вечно мучиться это ему, не мне, только поверь, даром я поверил. Вот этот момент страха Божия вот заложите в ребенка, это самое главное. Главнее этого ничего нету. Страх Божий, начало мудрости. Если страха Божия нет, его не удержишь, только будешь говорить, вышла за кого, кобель без хвостный, куда угодно затащит его сатана. А если страх Божий есть, ты дома не будешь, он будет знать, нельзя, я буду в аду. Мать сказала, пионеры нельзя, мы ни один не вступали, ни один. Нельзя, в аду будешь, за галстук подвесят, в огне гореть будешь. А если на танцплощадке будешь, потом голыми ногами на раскаленных еболках будешь плясать в аду. Больше мать ничего не могла сказать. Она сама не знала. Но вот это нас удержало. Удержало. А сейчас страха Божия нету совсем, они не понимают этого. Родители детей не вкладывают страх Божий. Ты слышишь, ты страх Божий имей. Имей. Я вот тогда молод был-то, 20 лет, 21 работаю в армии. Я представлял, я на необитаемом острове, я про таких считал. И там бы оказалась какая-то туземка, женщина, и она ко мне расположена, девушка. Я женился бы на ней. Нет, не женился. Потому что без благословения, даже венчания слова не знал. А просто это будет болото. Я погибну. Я умру. Нет. То есть соблазнить невозможно было. А сейчас, даже не знаю, сейчас на 100% они все развратники. И парни ничего не понимают. Они вообще не понимают этого. Страх Божий. Я с тобой разговариваю строго. Почему? Причина только одна. Я хочу твоего спасения. Я тебе противоречиваю из-за чего? Вижу, что ты неправильно делаешь, говоришь. Хочу, чтобы ты была другой. Мне это открыто. Открыт страх Божий. Я поэтому так и отвечаю. И потому оооо ты меня не любишь и начинаешь. Любовь определяется не тем, что все дозволяется. А то, что высшее. Выше этого есть. А если выше этого нету, то только здесь накормить, напоить. ешь больше, спи дольше. Страх-то не заложили в детях, а вот теперь и кукарекаете сидите. Страха-то у него нет, он буйвол, вырос, на рога все поднимает. Он ничего не знает, он отравитель. Он что угодно будет делать, лишь бы пузо нарастить, барабан свой. А когда с Богом, и ты в страхе Божьем, особенно это вспоминалось в бане. Отец сильно парился, а мне надо плескать, там не подойдешь. Все кипит. И я буду всегда, я сам себя старался накачать, что я умру, там еще страшнее будет. Уже убить человека на грех не считал. Убить. Вот я вырос, то я коммунистов буду убивать. А личные мусульманы надо же. Как совмещалось, почему? Это за справедливость. Еще Бог награду даст, если я убью коммуниста. Как мусульманин. Еще готовый мусульманин был. Мусульманство для меня фибра души все мои воспринимали. Вот как они есть, как верят. И страх Божий, и подчиненность, и готовность с собой пожертвовать, взорвать себя, это моя работа. В Волгодоне, что там Волгодоне взорвали, это мой взрыв был бы. Ничего не боюсь. Себя настраивал ночью, кладбище боярные, для меня это не существовало. Я наоборот пойду. Я ничего не боюсь. Почему? Я молитвы считаю. И вдруг оказалось ничего нет, катастрофа. Меня Господь избрал. И когда я спрашиваю, в деревне дети, в лагере вы видели избранного, чтобы видно было, что она избранница, не просто рты раскрытые, жевать и жевать. Как у меня есть дети такие, которые все сметают, вставали. Даже узнал сегодня, послали морковку, вот такую пропал, и он увидит укроп, укроп берет и лопает тут же. Они непрерывно едят и едят и едят каларадские жуки. Это дома их так настроили, это в лагере у меня такие. Сухой компот, есть, дырку в мешке просверлили пальцем и оттуда таскают и едят. Ничего нету, чтобы они не слопали. Все подряд. Идет со стола, уже вылезет, уже он не может едва шевелиться. Все со стола все сметает. в карманы дальше живет и живет и живет. Страха нет никакого. Родители не заложили. А жизнь голодная. И он думает наемся хоть что-то на зиму. Когда в горло гулял будет хоть. Страх заложить им в детях. Страх. Ищите страха Господних. В себе ты его найдешь, если ты будешь помнить, что ты смертный. Помни день смерти. Я умру и сегодня умру. Мне надо это, я ему сегодня. Помни день смерти и вовек не согрешишь. Это узда. Это крепкая узда. Это Крупская Гавриэлла. Религия узда для масс. Ну религия это конечно опиум. Религия это сбор разный через какое плечо свечка стоит. Мы верим во Христа в Духе Святом. Не в религию. Религия это смерть. В полном смысле понимания благочестие. Религиос это человек творящий добро на религиозной основе. Но ведь на деле это не так. По идее слово религия означает возвращение к Богу. Религия обратная связь. То есть вернуться нужно к Богу. через благочестие. Через благочестие естественно. Перевод не один переводов несколько. Смысл понятен. Мы верим во Христа. Вот как Астион они договорились и будут допрашивать а на мне ответить там мудрые люди. Будем говорить я христианин. А где живете? Я христианин. На любой вопрос я христианин. А как звать я христианин. Обоих казнили. Благословен Боже, милостью будем негрешными. Создав имя Господи помилуй меня. Бесчисла я согрешил. Господи прости меня грешным помилуй за молитвы святых отец нашего и Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас. Аминь. Сын небесный утешитель души истины и живи с Десе и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись овны и очистены от всяких скверных спасей блажей души наша. Святый Божий святый крепкий святый бессмертный помилуй нас. Святый Божий святый крепкий святый бессмертный помилуй нас. Святый Божий святый крепкий святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и приясни во веки веков аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Отче наш, Ижеисий на небесе, как да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь. И остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем влажняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагон. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе наш Бог и Его воочи. Свят, свят, свят Господь Саваух, вся земля полна. Слава Его, аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле. Мир человека от благоволения. Пресвятая Госпожа Богородица, преснадева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами своими. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. И он, Хреститель, претеща Христу, моли Бога о нас. Святителю Христу, Никола, моли Бога о мне грешнем. Святые пророки, молейте Бога о нас. Святые ангелы, архангелы, херувины, серафимы, всенебесные силы. Святые апостолы, Петр и Павел, вангелисты, Матфеи, Марк, Луко, и анмите Бога о нас. Святые мученики, мученики, святые отцы, святые жены и девы. Молите Бога о нас. Задарует Господь им послушание и молчание. Целомудрие, стыдливое женам и девам. Сохрани их от всяческого поругания. И прими нашу молитву. Воздианье рук, как жертву вечернюю. Благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божьей. Соедини, Господи, нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас, о благе нашем, и брата Акима в пути, и возврати его в мире. И прими, Господи, нашу молитву о всех, западавших нам молиться, а не болящим Сергею и Александре. Ты знаешь, помоги им все перенести. Вышли добрые жители вселения наши, расширь пределы общих наших. И на отступников пролей милость Твою. И коснись сердца врагов и примири их с нами. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай, и ты слышишь, тараптвый. Аминь. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Слава, Христос. Спасибо.